Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа Человек и Закон. В студии я ведущий Александр Гурарье и со мной адвокат, специалист по уголовным делам Михаил Левит. Михаил, здравствуйте! Добрый день! Я специально подчеркнул по уголовным делам, потому что сегодня речь у нас идет про уголовные дела, а я знаю, что вы занимаетесь другими вопросами. Итак, правительство Израиля приняло постановление, которое еще не имеет силу закона, оно должно быть утверждено Кнессетом, тогда оно станет законом, согласно которому полиции предоставляются дополнительные права. В частности, полиция имеет право войти в дом к подозреваемому, к человеку, который вызвал у них подозрения, не имея на руках ордера. Сделано это все под, так сказать, эгидой, под лозунгом борьбы с преступностью в арабском секторе, то есть сами даже лидеры арабских общин обращаются, что просто полиция обязана что-то сделать, там невозможно волна преступности, волна убийства и так далее, и так далее. Вот это постановление принято, его уже со всех сторон критикуют, причем сами арабские депутаты его тоже критикуют, что это расизм и так далее, но тем не менее. Скажите, вот до принятия этого закона, как действует то, что называется на иврите нахон ляхша, в постоянную на сейчас, как это работает? Смотрите, самое правильное, перед тем, как полиция хочет сделать обыск или даже кого-то арестовать подозреваемого, получают ордер от судьи. Для этого есть специальные часы, даже до начала заседаний, это всегда часто, мы видим в судах, что всех выводят в зало суда, утро в начале. До того, как начинаются заседания, дежурный полицейский подходит к суде, подает ему все ордеры, объясняет, мотивирует, почему ему все это подписывают, и тогда они выходят их исполнять. Бывает часто, что даже не исполняют сразу, потом через день, два, три, когда придет время, но орден на руках есть. Или же, когда происходит что-то, что у полицейского возникает подозрение, что вполне возможно сейчас есть что-то, что надо вмешаться. То есть опасность какая-то. Есть какая-то опасность, что именно сейчас происходит какое-то нарушение закона, или этот человек причастен. Есть какие-то индикации, и тогда к нему подходят, арестовывают или делают обыск, но потом это все равно все проверяется в суде, если что-то было найдено и было выдвинуто уголовное обвинение, потом суд все равно проверяет, какие были основания и соответствовало ли это закону. Правильно ли я вас понял, что если у полицейского имеются серьезные подозрения, что либо в этой квартире там совершается преступление, либо в этой квартире скрываются улики преступления, либо там находится человек, который обвинен в тяжких преступлениях, то он может без ордера войти в эту квартиру. Да, или едет возле него машина, что он видит по поведению водителя или по каким-то признакам, что что-то не так. Конечно, он может тогда... Но в дальнейшем, если окажется, что он ошибся, да, или, значит, он найдет какую-то улику, которая, так сказать, то она может быть не принята в суде или нет? Здесь мы входим в нишу, которая в последние годы, в последнее время больше и все больше практикуется в наших судах. Это плод отравленного дерева. Это если была достигнута улика без того, что был ордер или были основания, то эти улики не признаются. Допустим, в Штатах это... Ну да, из американских сериалов это все очень хорошо. И в Израиле уже тоже есть случаи, когда это практикуется. Но сейчас тот законопроект, о котором вы говорите, он берет нас несколько шагов назад. Он позволяет вообще без каких-либо подозрений, без каких-либо оснований... Не, ну подозрения, наверное, все-таки должны быть какие-то. Но не идут просто по улице и врываются. Сам факт, что сейчас идет, допустим, какой-то рейд, какой-то санкция в арабском секторе, что мы знаем, что там есть много оружия, это позволит просто заходить в дома и искать в конечном итоге. Ну, допустим, это первый шаг. Второе, это если закон это позволяет, значит, эта улика потом будет принята. Потому что закон ведь позволил полицейскому. Поэтому сегодня тот законопроект, который есть, он говорит, что не должны быть основания. Опять же, смотря с какой стороны мы на это смотрим. Как законопослушные граждане, которые заинтересованы, чтобы был порядок, или как адвокат, который представляет людей, которые обвиняются в уголовных процессах. То есть тем самым вы говорите, что адвокат не является законопослушным гражданином, который заинтересован? Нет, я не это говорю, потому что те же адвокаты, которые представляют людей, которые обвиняются в уголовных процессах, они тоже могут попасть в ситуацию, когда они бегут в полицию, подают жалобу и говорят, защитите нас. От этого никто не защищен. Я сейчас говорю о ситуации, что, конечно, здесь ущемляются права человека. Конечно, можно аргументировать, что эта улика, которая была достигнута, она была необоснованным обыском. И поэтому, уважаемый суд, сегодня просит не обращать на это внимание. Это если вы представляете человека, который в чем-то подозревается. Но с другой стороны, государство должно всегда находить правильный баланс и перевес между группами, у которых разные интересы. Спрашивается вопрос. Группа, которая заинтересована, чтобы не ущемляли ее права и не искали нелегальное оружие, где ее права, сильнее ли ее права просто граждан, которые хотят жить, существовать, чтобы их не бывали на улице. Кроме того, это дошло уже до такого момента, что говорят, что это вообще угроза существованию страны. Незапасности страны. Да, ну, конечно, это преувеличено, но если это пойдет, то дальше и дальше. Смотрите, когда-то в Израиле не было таких массовых убийств. Были опять среди уголовных групп, группировок, и граждане почти что не страдали. Сегодня каждый день есть убийство. Правильно, что не в принципе в арабском секторе, но это граждане нашей страны. Мы тоже можем заехать в эти города и там находиться. Это просто ком, который катится все дальше и дальше. Теперь вы сказали, что вы слышали, что уже это критикуют. Конечно, это можно критиковать. Те, которые говорят, ой, полиция ничего не делает, и столько оружия убивают мирных арабских граждан. А с другой стороны, когда полиция тоже пытается что-то сделать, приходят туда, говорят, ой, полиция превышает свои полномочия. Это кончается тем, что мы недавно видели, как просто избивают полицейских. Да, мы об этом рассказывали в нашей программе. И поэтому, с одной стороны, говорить, вы не боретесь, а с другой стороны, когда приходят и борются, это доходит до таких картин. Это уже политика, это уже простая политика. Я вам больше скажу, главы администрации арабских городов обращались в полицию, обращаются к правительству с просьбой спасти, помогите и так далее. Но как только вот сейчас этот законопроект еще... Ущемляет же наши права. А, так это у вас расизм получается. То есть вы собираетесь ущемлять права, а почему вы так же не делаете в Тель-Авиве где-нибудь? На данном этапе, то, что я вам сказал, что надо отбалансировать и посмотреть, в какую сторону идет перевес. Во-первых, речь идет о временном постановлении, если она будет принята, это ура, а это на 2-3 года. И проблема сегодня, она в арабском секторе, она не в Тель-Авиве, не в Батьями, не в Хайфе. Она именно в определенном секторе. Поэтому на данном этапе, на данном этапе, временно, может быть, там надо немножко распустить руки правозащитникам. Но у меня такое подозрение, что будет злига, что это будет течка на всю страну тоже. Что это будет распространяться не только на арабском секторе. Вы у меня с языка сняли. Просто я очень с трудом представляю, что в законе государства Израиль будет написано, что полиция имеет право вламываться в дома без ордера только гражданам арабской национальности, они смогут гражданам еврейской, армянской, грузинской и так далее. То есть это будет выглядеть чистейшим расизмом, и нас за это будут мордой об стол долго возить. Речь идет не о том, чтобы просто каждый день, как я предполагаю, вламывались в дома. Если есть определенный город, определенный сектор, должна быть какая-то зачистка. Если есть решение, что сейчас на этой улице, допустим, или в этом городе зайдут, я не хочу говорить войска, но зайдут силовики, полицейские, тогда они смогут ходить и проверять, что говорят, что никто не ищет и не может изъять это оружие. Завтра решат, что в этом городе, в этой улице просто будет рейд, будут идти обыски, будут вытаскивать оружие. К этому идет, речь не идет о том, что кто-то придет на улицу, на него набросится и будет искать оружие. Это может произойти, если есть обоснованное подозрение. Ну, аналогично может быть обоснованное подозрение где-нибудь в Раанане или в Аждодине. Да, вот в том-то и дело, что когда будет аналогичная ситуация, что где-то в Раанане, допустим, кто-то прячет оружие или что-то есть, это будут делать там тоже. А с другой стороны, если мы хотим, чтобы с этим незаконным, нелегальным оружием как-то боролись, надо соответственно на это реагировать. Невозможно под эгидой демократии, в белых перчатках и не ущемляйте наши права, требовать, чтобы сохраняли наши права, право на жизнь. Поэтому здесь надо балансировать, здесь надо принимать решения. Это то, что сейчас пытается сделать правительство. А теперь, если вам придется защищать человека, которого подозревают в каком-то уголовном преступлении, и к нему вот так уломились и нашли что-то, вы будете искать возможности, будет ли у вас возможность каким-то образом оспорить эти улики, объясняя, что все-таки причин было мало для того, чтобы войти в этот дом? Конечно, эти аргументы всегда есть, потому что я вам сказал, что сегодня это тоже происходит. Сегодня тоже делают обыски и арестовывают людей без основания. Допустим, даже когда находят какую-то лабораторию, где выращивают наркотики, это очень часто, коноплю, это очень часто случается. Мы всегда проверяем, была ли возможность получить ордер. Если у вас была информация, вы должны были прийти к суде, получить ордер. Что значит, вы просто зашли с улицы, вы сделали обыск, и вдруг вы нашли такую квартиру. Значит, у вас была преждевременная информация. Если была преждевременная информация, предварительно. Почему вы тогда не сделали то, что предусматривает закон? То есть, лаборатория не может сбежать в течение часа со своего места. Да, да, да. Будьте любезны, пойдите, получите ордер, сделайте как надо, фотографируйте и так далее. Конечно, эти аргументы всегда есть. И в такой ситуации судья может не признать, так сказать, факт, который, вот он есть, вот она лаборатория, но получена незаконным путем? Вопрос теперь начинают проверять улики. Если улика, которая может сделать перевес, была достигнута абсолютно нелегально, тогда ее могут не примут. Если она одна из улик, которые есть в деле, тогда ее примут. Но признать кого-то виновным сегодня в Израиле на основании улики, которая была достигнута нелегально, есть проблема, суды уже обращают на это внимание иначе. Миш, последний вопрос. Скажите, в свете, так сказать, новых данных, то есть раньше мы всегда говорили, и в этой студии адвокаты выступали, и вы в том числе говорили, что если, значит, гражданину стучатся, говорят, там, откройте полицию, то он не обязан открывать, да? Он говорит, покажите ордер, там, а как сейчас действовать? Вот ко мне стучатся сегодня, там, домой, тук-тук-тук, откройте полицию. Я смотрю в дырочку, там, в глазок, да, и сегодня стоят полицейские. Я обязан открыть или нет? Я вам отвечу немножко иначе. Буквально вчера я получил по телефону какой-то короткий фильм такой, тик-тук. Полицейские, по-моему, в Америке стучатся в дверь с той стороны автоматная очередь. Это тоже выход с положения? В смысле? Я смотрю, это настоящие съемки, настоящие снимки. Они были, правда, в жилетах, но один из них пострадал, сразу упал. Что значит, если вам уже стучат в дверь, и вы ни в чем не виновны, почему не открыть? А если вы в чем-то виновны, вы думаете, они не зайдут и не откроют? Нет, ну я не хочу, чтобы ко мне вот без всякого сна... Я ни в чем не виноват. Ко мне зайдут, там, устроят... Если вам стучат в дверь, вот вам или меня стучат в дверь, надо открыть. Конечно, сначала никого не впускать. Спросить, кто вы, представьтесь, пожалуйста, на основании чего вы к нам пришли. Может быть, вам покажут ордер. Это часто, кстати... А если нет ордера? Сейчас дойдем до нет ордера. Это часто, кстати, бывает, что родители просто в шоке, потому что с ними живут дети, а ребенок в чем-то подозревается, там, в каких-то мелочах или что-то. И тогда они... А вот, пожалуйста, есть ордер на арест. Ну, когда есть ордер на арест или на обыск, кстати, обыск должен быть с понятыми. И понятые — это не жители этой квартиры. Это должны быть посторонние люди. Но, конечно, никто не хочет, чтобы стали звать соседей. И тогда у него спрашивают, ты совершаешь, что было без понятых, или вы сами будете свидетелями. И эти права тоже часто нарушаются, когда люди не знают, как себя вести. Но бывает... То есть можно согласиться, что я буду сам понятым, что ли? Не, ну, людям говорят, хотите, мы сейчас будем стучать по дверям, будем звать свидетелей. Но это их проблема. Если вы скажите «да», пожалуйста, приведи свидетель. Часто бывает, что говорят, смотри, у нас нет ордера, но мы... А вот, кстати, возле полицейского может стоять тоже ребенок. Его за что-то задержали, вы еще не знаете, и теперь с ним пришли домой. Он говорит, вот мы хотим сделать обыск, у нас нет ордера, вы соглашаетесь или нет? Я знаю людей, которые сказали, мы не соглашаемся, и обыск не делали. А сказали, нет проблем, ты не соглашаешься. Полицейская один остается возле дверей, другой идет в суд. Через три часа приходят с ордером на обыск. Поэтому очень тяжело заранее знать, как и что реагировать. Это, соответственно... То есть это только в красивых фильмах, да? Да, да, это соответственно. Вы опять, не всегда у вас спрашивают, и не всегда ждут вашей реакции, когда есть ордер на обыск, показывают ордер и заходят. Когда ордер есть, то все понятно. Но когда нет ордера, вы вправе требовать, чтобы перед вами представились и объяснили на основании чего. Больше того, когда они заходят, они должны составлять протокол. Очень важно, чтобы писали то, что вы говорите, чтобы то, что вы говорите, было зафиксировано. А имеет право гражданин, к которому зашла полиция, допустим, взять и все снимать? Ну, мы это видим, это происходит всегда. Нет, то есть это законно, то есть полицейский не может сказать, выключите камеру, вы мне мешаете работать. Если пришел вопрос, о какой ситуации идет речь, сегодня, в принципе, все снимают. Сегодня, в принципе, все снимают. Мы это видим, когда дают штрафы, когда кого-то арестовывают, когда что-то происходит. Все снимают. Ну, вот у меня обыск проводят, я взял, так и стал все снимать. Да, вполне возможно. Я хочу увидеть, что вы мне там ничего не подбросили. Да, конечно. Вопрос, если вы увидите, когда вы снимаете. Если захотят подбросить, они подбросят. Но в Израиле это не практикуется, что подбрасывают. Это редкий случай. Это очень редкие специфические моменты. Просто гражданам в машину домой не подбрасывают. Михаил, спасибо большое. Я хотел бы с вами вернуться к этой теме. Когда будет этот закон принят, посмотреть в каком он виде. Может быть еще будут внесены какие-то изменения, поправки. Да, и бывают такие поправки, которые меняют всю суть закона. Вы же это знаете лучше меня. Вопрос, сколько еще людей погибнет, пока примут этот... Вот невинных людей, которые будут застрелены на улице. Просто проезжая в машине, как женщина получила тяжелое ранение, она ехала в машине, там была какая-то перестрелка. Пока примут этот закон. Так что, опять, очень серьезно замешана политика. А когда замешана политика, я думаю, что права и интересы самих граждан немножко отходят в сторону. То есть я вам задам последний, самый последний вопрос, не как адвокату Михаилу Левиту, а как гражданину Михаилу Левиту, отцу детей, там и так далее. На ваш взгляд, нужен такой закон? Я считаю, для того, чтобы именно сейчас бороться, если есть какая-то волна, и с этим надо бороться, да, но все надо контролировать. Все должно быть под контролем, все должно проверяться, не распускать руки, но с тем, что сейчас происходит, надо бороться. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что с нами в студии был адвокат, специалист по уголовным делам Михаил Левит. Вел программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok